здравствуйте все кто на моем канале сегодня не здоровье а бизнесе дело в том что у нас сегодня назначено время ехать оформлять наши налоги и мы это делаем бесплатно вторая попытка но мы сделали назначенное время и вот мы его дождались 14 марта это марте тут написано вот он написан марта марч и в 10 30 то есть мне сейчас надо быстренько свое расписание собой что взять и поехать я надеюсь что сегодня у нас поскольку время назначено мы не затратим много времени это наша вторая попытка в этом году первым мы делали феврале мы провели там пять часов сидя на стуле не продвинулись ни на йоту и не было никакого шанса и надежды что у нас кто-то будет с нами поработает в тот день дело в том что когда ты делаешь бесплатно там надо сидеть живую очередь в общем не буду погружаться в те детали но был расстроенный день тогда и вот мы потом позвонили нам подсказали и назначили это время в общем сегодня поедем за этим так буквально в трех словах что это за дерьмо дерьмо в порно полном смысле слова кот рвется на улицу там снег вот те бумаги которые мы не несем с собой тут в основном мои счета если они обычно не смотрят на на всякий случай может тут пакетку то бумагу еще заполняли в общем это все потащим значит что такое американские налоги то есть февраль март это последние два два месяца нового года это оформление за предыдущий год налогов на практике поскольку я этим занимаюсь все годы что я здесь живу в основном сколько нет у тебя иждивенца даже если у тебя маленький ребенок другой стране не его не засчитывают и в общем возврата и без детей не имеешь у кого дети возврат ну тысячи две три они могут получить что тоже конечно мало когда у тебя много детей это капля в море вот что касается нас то пока муж еще ездил работал и ездил далеко от дома то у него были затраты на бензин он же работал в других городах они в нашем и потом еще платил за дом выплаты были поэтому это немножко скашивала и мы не были должны потом когда это все прекратилось он вышел на пенсию даже при условии что я работала мы были должны мы всегда платили и штату и федеральный назад то есть мы были должны нам ничего ни копейки не давали но я веду не цента и вот в мою болезнь даже первый год тоже мы были должны потому что у меня не было страховки медицинской за это бьют это за это штрафуют в америке это обама придумал еще и свое значит свое управление и это я считаю тоже огромной несправедливостью вообще налоги оформление их это большая несправедливость которая творится в америке это не мое мнение это мире мнение американцев если кому-то интересно есть ролики на ютюбе на эту тему я могу перевести в чем здесь подвох и для того чтобы вы имели в этом представление если интересно отразите в комментариях я поработаю на эту тему ну а вообще для меня это всегда рвотный день натурально потому что никогда не знаешь что тебе будет ты будешь должен или тебе надо будет или тебе придет какая-то копеечка вот возвраты были разные были 56 долларов помню был возврат ну чуть больше ста но мы были должны народ вот около тысячи нас сдирали дополнительно плюс мы еще платили когда я работала мы платили за оформление налогов это больше ста долларов ты это если человек с тобой работает платишь вот в общем здесь много несправедливости которой можно говорить наверное долго я просто вот так вот вкратце вам это раскрываю вообще это грабительство потому что вот это вот посмотрите у меня здесь тут у меня куча чеков растраченных с каждого из них с каждой покупки меня брали налог 8 больше 8 процентов у нас штате и то есть услуга ли это ты покупаешь что-то в магазине не важно где на интернете ты платишь налог и потом еще тебя еще бьют ты должен 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 вот за это нет детей ты будешь платить все пожилые люди платят и два налога идет твоего штата и еще федеральный то есть государственный и в оба места ты будешь слать то чего не там насчитают вот мешки это вот кот лежит у меня здесь мелкой от мешки ну то есть вот этим я буду заниматься сегодня и пожелаете удачи что еще сказать ну просто почему об этом рассказываю классика капитализма вот она вот у вас здесь перед глазами потому что я конечно не знаю как богатые платят за это какой у них процент начисление идет понятия не имею я в той группе не принадлежу мы не принадлежим к ним вот ну а простых людей бьют и хвост и в гриву вот так два раза тебя обдирают вот то видео если хотите я если могу вам перевести ну как раз об этом что это будет дополнительная обдира лавка всего доброго народ так раскрываю для вас горизонты жизни в гради на холме в котором никому не желаю жить самой себе тоже очень здесь плохо народ всего вам доброго до свидания